шокирующее наказание за допинг канела доказаны двойные стандарты канела сайт boxing news and views точка ком обратил внимание на дисквалификацию британского легкоатлета найджела левина серебряный призер чемпионата мира и чемпион европы в эстафете 400 метров показал положительный допинг-тест на клин бутерол и был дисквалифицирован на 4 года издание напомнило что совсем недавно на этом же запрещенном веществе попался мексиканский боксер сауль альварес он показал две положительные допинг-пробы перед реваншем с казахстанцем геннадием головкиным который изначально был запланирован на 5 мая в итоге канела отделался лишь 6-месячной дисквалификации уже в 15 сентября вновь вышел на ринг и во втором бою альварес победил головкина решением большинства голосов судей и здесь вопрос почему найджела левина дисквалифицировали на 4 года а сауль альварес отделался лишь 6-месячной дисквалификации пишет сайт обычный чемпион даблю бей в среднем весе до 72 килограммов американец роб бренд подписался промоутерское соглашение с компанией top rank promotions боба арома также убойца контракт с грегом коэном грэб конан помоушенс и кори рапа цем рапыч event productions по условиям договора бренд будет выступать на телеканале я спн в шоу от top rank в октябре 2018 года бренд в лас-вегасе неожиданно отобрал титул убойца арома японцы рёд и мураты запомнился невероятной скорострельностью нанес по оппоненту более 1200 ударов рад быть частью одной из старейших и самых успешных компаний в мире бокса думаю они помогут мне реализовать весь свой потенциал и защищать титул представляет top rank для меня эта сделка словно осуществление мечты признался роббренд слухи о возможном проведении поединка в легком весе и все между ирландцем конором макдрегором и американцем дональдом сироне не соответствует действительности утверждает президент промоушена дэйна уайт в интервью темыста это неправда на все сто процентов заверил уайт очевидно что этот бой хочет сам сироне но это неправда мы пока даже не думали с кем встретиться конор или хабиб нурмагомедов эти парни предстанут перед комиссией невады в декабре и только после этого мы будем знать что делать дальше сейчас нет никакого смысла говорить об этом потому что мы даже не знаем насколько их дисквалифицируют и каковы будут штрафы мы не можем думать о его следующем бою не знаю каким будет итоговое наказание заявил дана уайт